Добрый день всем, кто услышал данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне DATA-EQ по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это население Москвы 1350 года. При этом данные не ежегодные. Мы будем обсуждать, как правильно показать изменения данного показателя. Давайте перейдем в Tableau, подключимся к данным и сделаем то, что от нас требуется. Переходим в Microsoft Excel. Берем файл Microsoft Moscow Population. Как видите, у нас трое данных. Три столбца. Это год, население и ежегодные изменения. Давайте год сразу сделаем дискретным. А население и изменения пусть остаются как оно и есть. Нам понадобится добавить еще два показателя. Это обратное изменение населения. Давайте его так назовем. Минус сам change. И так же оно будет называться и в формуле. Минус сам change. Это нужно для того, чтобы построить waterfall график. Миллигант график, как его иногда называют. Теперь мы берем год. Перетаскиваем в столбце. Добавляем изменение населения. Переводим все в формат ганбара. И так же делаем интервью. То есть мы уже, в общем-то, построили. Но теперь осталось заполнить эти ячейки небольшими барчартами. Для того, чтобы они имели смысл. Давайте перетащим отрицательное значение изменения в размер. Таким образом, чтобы у нас все посчиталось. В целом, мы уже построили ганчарт. Но его можно немножко улучшить. Таким образом, чтобы отметить прибыль или убыль населения. Прирост или убыль населения. Различным цветом. Давайте так и сделаем. Таким образом делаем. Добавляем новую меру. Назовем его ChangeColor. И напишем. Будем показать и их использовать. Если изменения меньше нуля. У меня нет русской клавиатуры. Я пропажу по-английски. Пусть у нас будет. Я напишу lower. Или higher. Это можно интерпретировать как убыль и прирост. Теперь просто перетаскиваем цвет. В вкладку цвет. И мы прекрасно видим, когда в виде года у нас уменьшилось количество населения. То есть у нас оно стало на 204 тысячи меньше в 76 году. И мы можем добавить изменения, ежегодные изменения населения в Tooltip. Давайте так и сделаем. А из Tooltip и берем обратное изменение населения. И опять таки цвет нам тоже не очень понадобится. Таким образом при наведении на график в каждом отдельном случае мы видим, как сильно изменилось население. Также здесь можно считать различные показатели, например, проценты изменения, какие-либо другие. С данным уроком все. Всем спасибо за внимание.